По слухам, в наступившем году бренд Exceed, принадлежащий компании Chirri, планирует вывести на российский рынок четыре новых модели. Основания для активного расширения ассортимента очевидны. Предыдущий год оказался для российского офиса марки исключительно удачным. Продажи премиального бренда выросли почти в пять раз. По данным агентства Автостат, было реализовано более 12 тысяч Exceed, а ведь ещё в 2020 году этих машин практически не было на наших дорогах. Растущей популярности марки способствовало и расширение модельного ряда. В 2022 году компания вывела на рынок компактный кроссовер LX, топовую модификацию среднеразмерной модели TLX и лимитированную версию флагманского VX. Основным бестселлером марки стал TLX, продажи которого на фоне предыдущего года выросли более чем вдвое, перешагнув отметку в 5000 экземпляров. Не слишком отстал VX, который выбрали почти 4000 покупателей. Но из-за того, что модель дебютировала под занавес 2021 года, оказалось, что её продажи выросли почти в 17 раз. Почётное третье место досталось модели LX, на презентации которой мы побывали менее года назад. Всего по России разъехались чуть более 3000 таких автомобилей. Что касается предстоящих новинок, то здесь ясности пока нет. К нам точно привезут серийную версию купе-кроссовера, который в виде концепта назывался Atlantics, а в Китае продаётся как Яогуан. Это новая модель, производство которой запустили в конце прошлой осени. В поднебесной Exit Яогуан оснащается единственным двухлитровым турбомотором отдачей 261 сила, с которым работает семиступенчатый преселективный робот. Кстати, поначалу инженеры планировали пристаковать классический восьмиступенчатый автомат. В приводе задних колёс трудится многодисковая муфта, а сама система полного привода имеет семь ездовых режимов. В интерьере есть несколько неожиданных решений. Например, на месте перчаточного ящика справа предусмотрена откидная площадка для ног, благодаря которой пассажир может расположиться практически лёжа. Также ходят разговоры, будто марка выведет на российский рынок некий седан. В условиях резко сократившейся конкуренции такой шаг выглядит разумным и оправданным, ведь официально представленные на нашем рынке седаны теперь можно пересчитать буквально по пальцам. В любом случае, у молодого, но амбициозного китайского бренда найдётся, что предложить отечественным покупателям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова